Дорогие друзья, позвольте приветствовать всех участников 10-го форума регионов России и Беларуси. Символично, что юбилейные мероприятия проходят в самом сердце Евразии, столице края, с богатой историей и культурой Республики Башкортостан. Считаю решение российской стороны расширить географию форумов, приблизив их к различным субъектам Российской Федерации, правильным. Оно дает возможность максимально раскрыть преимущества своих регионов, наглядно продемонстрировать их экономический потенциал. Для нас важно, чтобы даже за тысячи километров от нашей страны россияне знали еще больше о Беларуси, отчетливо видели перспективу белорусско-российского партнерства. Фундамент сотрудничества заложен основательный. Это и действующие в субъектах Российской Федерации разнообразные торговые филиалы белорусских компаний, а также торговые сети, реализующие продукцию со знаком «Сделано в Беларуси», которую любят и знают. Многие важные объекты на территории России возведены руками белорусских строителей. И в крупных российских городах, и промышленных центрах, и на уровне регионов, в том числе и отдаленных за Уралом, в Сибири, Хабаровском крае, на Камчатке, белорусские товары и компетенции хорошо известны и востребованы. Братский для нас Башкортостан не исключение. У нас давние, очень конструктивные контакты на уровне предприятий, организаций, общественных объединений, деятелей науки, искусства и культуры, образования. История взаимоотношений насчитывает не одно десятилетие. Точнее сказать, она и не прерывалась со времен Советского Союза. Мы хорошо дополняем друг друга в поставках сырья, комплектующих, промышленной продукции, решая общую сегодня для нас задачу импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета. Но самая большая ценность – тончайшие капилляры человеческих отношений, общая история, культура, менталитет, традиционный взгляд на семью, почитание старших, огромные перспективы и поддержка молодежи. Поэтому даже в самые сложные для Беларуси и России времена контакты на уровне региона активно развивались. Это помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны. И сейчас прочные отношения помогают нам держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам – экономическому, политическому, идеологическому, информационному, культурному и другим. Уникальность партнерства наших стран состоит в том, что с самого начала система взаимодействия Беларуси и России строилась на основе самодостаточности экономических связей, обеспечения технологического суверенитета двух государств. И это преимущество необходимо максимально использовать, что мы и делаем. Вы видите, как часто в последнее время проходят встречи на уровне глав государств, как оперативно отрабатываются все вопросы. По сути, все необходимые решения президентами приняты. И у регионов, непосредственно располагающих ресурсами человеческими, материальными, финансовыми, нет никаких препятствий для сотрудничества. Еще несколько лет тому назад мы порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу, а в нынешних условиях уже не нужно никого агитировать за развитие партнерства ни в России, ни в Беларуси. Заметно повысилась ответственность местных властей, представителей бизнеса, нашего общества. И дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов. Показательно, что только в нынешнем году состоялось 16 визитов руководителей регионов России в Беларусь. В свою очередь прошел целый ряд деловых встреч. Члены белорусского правительства во главе с премьер-министром, руководители наших областей, проводят много результативных переговоров с главами российских регионов, четко работают над выполнением достигнутых на высшем уровне договоренностей. Конечно, в основе сотрудничества экономика так и должно быть, ведь экономика – это базис любых общественных процессов. Только по итогам состоявшихся ранее форумов регионов подписаны коммерческие контракты на общую сумму почти в 5 миллиардов долларов. Да, цифры торговой статистики радуют, но почевать на лаврах слишком рано. Уверен, мы способны на большее. Необходимо повышать конкурентоспособность двух стран посредством углубления промышленной кооперации. Решать вопросы специализации, импортозамещения, прежде всего в микроэлектронике и других высокотехнологичных отраслях. Максимально разворачивать межрегиональную торговлю и развивать транспортно-логистические коридоры. Находить дополнительные драйверы интеграционных процессов. Беларусь готова участвовать в модернизации ключевых секторов российской экономики, создании совместных производств. У нас много интересных и востребованных регионами России предложений в области сельского хозяйства, строительства, машиностроения, деревообработки, поставок оборудования, формирования компонентной базы пищевой и легкой промышленности, освоения космоса, фармацевтики. Кроме того, важными составляющими белорусско-российского взаимодействия являются наука, культура, образование. Это краснорочиво подтверждают в том числе и результаты, достигнутые в ходе прошедших девяти форумов регионов. Действует 81 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Республикой Беларусь и 73 регионами Российской Федерации. По своей сути форум стал результативной диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные народам двух стран решения. Важно, что в авангарде разработки этих решений стоят представители разных сфер – политики, бизнеса, культуры, науки. Это и есть та самая народная дипломатия, доказывающая свою эффективность. И роль межрегионального сотрудничества в таких процессах стремительно возрастает. В целом, наши позиции остаются неизменными. Никаких барьеров и ограничений во взаимодействии. Это базовый принцип партнерства. Спорные моменты, если они возникают, должны решаться оперативно и в конструктивном русле. Дорогие друзья, сегодня форуму регионов Беларуси и России нужно выходить за рамки союзного государства. Активизировать сотрудничество с СОН, ШОС, БРИКС, ОСИАН и всеми, кто готов с нами дружить и работать. Мы должны сделать площадку форума центром генерации межрегиональных идей, проектов, инициатив. Выступая, я часто говорю о том, что Союз Беларуси и России – незакрытый клуб. Мы не объединяемся против кого бы то ни было. Скажу больше, белорусы и россияне заинтересованы в том, чтобы весь евразийский регион развивался как единое целое. Чтобы все наши соседи были экономически успешными. Это важнейшее условие не только роста благополучия континента, но и мира на нашей общей земле. А если западноевропейские партнеры вдруг решат поддерживать принцип всеобщего экономического равновесия и взаимовыгодного сотрудничества, то мы не против совместных аналогичных мероприятий. Все равно они придут к нам. Форум регионов – перспективная инициатива, которая вполне может выйти за пределы Беларуси и России. Мы будем рады видеть в том числе и на этом мероприятии как можно больше людей доброй воли, готовых к мирному созиданию, а не доминированию. Уважаемые участники форума, впереди нас ждет большая работа. Надо держаться друг друга, быть как можно ближе иной альтернативы для сохранения суверенитета и независимости в наших государствах нет. Я желаю всем участникам форума успешной и плодотворной работы на благо народов Беларуси и России.